8.35. Сегодня мы едем на завод Seiken Chemical. Опять мы в центре Токио. Вон видим кучу украинских флагов. Приехал то ли Кулеба, то ли кто. Просто вся улица в них. Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Субтитры делал DimaTorzok Сортировка мусора. Субтитры делал DimaTorzok 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 Это история компании В 1933 году была основана компания Meiji Sangyo Сейкен Кемикал был основан в 1955 году В 1965 году начали производить тормозную жидкость получили сертификат GIZ Это японский стандарт качества В 1976 году начали производить омыватели для стекла получили сертификат для него В 1988 году уже был основан вот этот завод именно здесь в Shizuoki город Кикуна В 1990 году было основано совместное производство в Индонезии сейчас там производится антифриз и тормозная жидкость Honda, Daihatsu, Suzuki это все мы работаем сейчас в Индонезии тоже в 2014 году мы получили сертификаты ISO в 2001 и 2003 году в 2014 году в Индонезии вошли с большей долей капитала в эту компанию в 2020 году в 2020 году обнесли здание завода от этой стеной специальной на случай взрыва и так далее в 2021 году укрепили здание на случай взлетрясения вот мы были в этом здании 9 этажное это наше главное здание там находится как раз господин Сукагошев на 9 этаже мы поднимались с вами смотрели эту линейку а сейчас мы находимся на заводе который находится в префектуре Shizuoki это получается линейка запчастей которую мы производим для внутреннего рынка для конвейера на экспорт то есть мы работаем со всеми производителями комплектующих для тормозных систем то есть Kitachi Akibono Saitama Makiki Sanwaseiki TBK и так далее производим запчасти из алюминия и также из резины доля на рынке этих запчастей у нас на конвейере очень большая у нас есть дочерние предприятия которые также производят для нас эти запчасти три основных линейки это тормозная жидкость антифриз и химия получается тормозная жидкость идет по брендам Seiken антифриз и химия под брендом Bear мы имеем сертификат Giz по всей этой продукции BF6 это последний вид с низкой вязкостью жидкость она подходит для большинства европейских машин еще один из топов продаж вот эта вот смазка это полный аналог тойотовской смазки который используется в тормозной системе здесь у нас идет антифриз различная химия можем производить как концентрат так и готовы в зависимости от того до какой температуры он вам нужен до какой температуры замерзания также здесь у нас идет жидкость омывателя жидкость для доливки в аккумуляторы ну и различная химия которая используется на СТО дистрибьютор единственная компания это Meiji Sangyo головная компания а здесь основные клиенты на конвейере это Honda Suzuki Isuzu также тяжелая техника Hitachi Kamatsu Mitsubishi также мы работаем как поставщик корпорации Enios там у нас есть сертификат от Enios сейчас расскажем про завод находимся в префектуре Shizuoka сейчас город как и Гава а нет город Кикугава прошу прощения примерно мы съехали со скоростной дороги и минут за 15 доехали сюда на юге находится атомная станция Hamaoka также один из крупных портов это Maizaki порт здесь линейка которую они производят именно на этом заводе на экспорт из этого идет антифриз и тормозная жидкость мы заехали с правой стороны завода общая площадь 11900 квадратов метров здесь все здания которые расположены на территории завода территория на которой происходит сам процесс производства 8595 квадратных метров площадь складов 3305 метров квадратных это показаны те склады где идет куда поступает сырье сырье и также уже коробки точнее тара в которую продукция потом заливается сверху склад по упаковочному материалу а снизу подземный склад под что там у нас этиленгликоль наверное скорее всего под горючие материалы под взрывоопасные материалы на улице находятся эзервуары под хранение готовой уже жидкости антифриза справа это установка для производства дистиллята сверху слева это резервуары где происходит производство готовой продукции дальше покажет линию разлива продукции мы можем разливать готовую продукцию как вот такие автоцистерны также в емкости до 0,5 литра хотя есть наверное еще меньше это показаны склады опасного хранения то есть красным показаны склады опасного хранения синим показан обычный склад общая площадь складов здесь 2200 метров которые идут как безопасные их можно переоборудовать как опасные здесь показано тестовые оборудования сами лаборатории которые есть на территории завода они здесь проходят все испытания по стандартам которые здесь необходимы также автопроизводители и заказчики на канале они часто посещают и проявляют оборудование насколько оборудование соответствует стандартам как оно правильно обслуживается у них есть на территории получается солнечная панель для зарядки за стеной вот этой массивной также есть приборы для контроля пиаж и очистки воды при таком производстве качество воды очень важно вся линейка продукции разрабатывается под запросы конкретного автопроизводителя либо как конкретного бренда ну и также по запросам рынка здесь получается необходимые тесты от производителя автомобилей при какой температуре сколько часов антифриз должен отрабатывать показана коррозия металла ну и вся остальная коррозия это количество циклов это по тормозной жидкости то есть ход поршня в тормозном цилиндре 500 тысяч раз то есть если тормозная жидкость и соответственно тормозная манжета пыльник ходят до 500 тысяч раз до 500 тысяч нажатий то этот продукт принимается для конвейера здесь показан уже процесс производства блендинга также у них появляется вся тара на утечку обязательно продувается также смотрится на внешние повреждения ну и есть все меры для того чтобы не было разлива продукции утечки попадание загрязнений на линию производства поэтому товар производится упаковывается и отправляется внутри японии без границы в лучшем виде можно так сказать здесь показаны основные проблемы которые происходили с этим заводом одно из крупных землетрясений было в 44 году после этого территория завода восстанавливалась оборудование приходилось восстанавливать очень сильное изнутрясение одно из самых сильных также было в 2009 году когда была фукусима все это помнят и в 2019 году произошел разлив реки здесь то есть было наводнение поэтому территорию завода как бы также защищают от всех этих последствий это показаны последствия изнутрясения которые было в 2009 году а это изнутрясение было прямо здесь в этом порту прошу прощения а это получается последствия тайфуна корр корр это получается последствия тайфуна который произошел в 2019 году то есть все что близко к морю и горам то есть имеет такие вот последствия к сожалению здесь показана карта так называемых то есть все всех опасных регионов которые подвержены селям цунами под наводнением и так далее видно было что территория завода она приподнята на дороге видно что территория завода поднята чтобы избежать попадания сюда воды при наводнении возможном то есть есть здание которые подняты на 9,5 метров а не точнее стена защищает на 9,5 метров которая идет вдоль всего завода то есть то есть на момент какого-то наводнения и так далее и тому подобное то есть эта стена блокируется вход блокируется и уже попадание воды сюда будет легко избежать с восточной стороны стоят специальные насосы в зданиях то есть при попадании воды которые будут ее откачивать и также все здания все склады они приподняты от уровня асфальта то есть насосы работают с скоростью 6,1 кубических метров в минуту то есть имеет большую производительность все сделано чтобы избежать остановки завода это устройство для использования момента землетрясения это генератор очень мощный с производительностью 160 киловатт стоит ниже здания специальный клапан который показывает землетрясение то есть который срабатывает при землетрясении ну и также все оборудование все элементы они усилены на возможность землетрясения после крупнейшего землетрясения которое произошло в фукусиме они усилили все подставки все оборудование все стеллажи то есть специальные такие вот стойки которые помогают избежать повреждения оборудования также установили специальные зарядки для электромашин для различного оборудования на случай наводнения либо землетрясения то есть такая экстренная подзарядка можно сказать как военный объект короче сделали для более быстрого да более плодотворного работы с клиентами с партнерами мы держим для них сток по их запасам примерно на 1 на 2 месяца также держим на стоке тару материалы упаковочные чтобы сток постоянно был это совместное предприятие которое находится в индонезии называется пяти индусарана лука протама они находятся недалеко от жакарты я так понимаю я там пока еще ни разу не был надеюсь съездить то есть идет технологическая поддержка сырье и в общем то и сам процесс производства он тоже контролируется с японской стороны это компания cns а с ними мы подписали соглашение о совместном сотрудничестве два года назад во вьетнаме в ханое поэтому теперь и там мы будем производить автомобильную химию антифриз и тормозную жидкость это то что мы делаем в автоспорте где мы выступаем спонсорами то есть в японском ралли поддерживаем некоторые команды там есть наш логотип и также на автогонках в индонезии мы выступаем одним из спонсоров на этом все спасибо и территория не подняли во-первых саму сами сами полы почти тут на два метра поднято все от всей территории которую тут можно затопить мы вот такие вот стены на случай любого природного явления то есть когда был тайфун вода прям сюда пришла к к этому господи к дверям вот до сюда была вода да 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 вот это вот стена которая защищает зовут от цунами от всего от всех катаклизмов сказать так то есть вода уже что не придет получается грузовик сырьем они отбирают образец и калорий калорий и проверяет в лаборатории тут же прям на месте если все хорошо то они уже заливают это сырье в резервуары то что не проходит по тесту то они отправляют обратно это компрессоры здесь специально не подняты не дай бог если даже будет наводнение компрессор на но там не сказал а для для оборудования на заводе то есть она большая часть оборудования работает не от электричества а именно от воздуха поэтому нужен компрессор и кора щит у когда они то есть он он работает но он работает на самом деле так достаточно бесшумно обычно же компрессор будет в обоих в обеих резервуарах или в обоих закачана тормозная жуткость с этим в каждом из них 10 тысяч литров коку моды киагаттамону кока не хайры да когда которая готова перед тем как и потом она по трубе поступает на конвейер на раз на разлив нет нет сейчас мы увидим где производится да а потом обратно まあ作ったらすぐあのニスアニスがてに入れたほうがいいじゃない何のために保管する аここですそうあの これ1日では全部充填できないんですね аはっはですのであのこれの中に10 они не успевают не хватает объема от производства чтобы сразу на линию заправки и и поставить на линию розлива поэтому перед тем как отправить на линию розлива необходимый объем они сюда заливают накапливают его и уже потом готовый объем сразу на линию разлива чтобы это было более эффективно то есть да это для увеличивания объема производства правильно процесс окисления здесь тоже есть риски из то что на улице хранится да да она оксидающим укору джаной саду оксидающим сон ома куки только а есть осушитель специальный то есть идет с как сушение воздуха еще важно все воздуха не вытягивают гигроскопичная говорят гигроскопичная это тоже электрощит который контролирует весь завод и он тоже специально поднят от уровня пола так сказать слева снимать нельзя потому что там другие стоят бренды попросили снимать только справа это уже идет на отправку ищутся вот написано пакистан на пакистан идет на 1с это получается зеленый антифриз вот указан цвет вот его номер заказа 200 литровая бочка хайпер это получается хайпово на каганин гоненко он используется пять лет либо сто тысяч километров а можно и менять это тоже на пакистан идет чем на россию ничего нету да пока на россию тут нету ничего видимо сегодня не наш день здесь небольшая часть склада полик и моля для внутреннего рынка японии это на экспорт bf3 семени мотос вас докону куника обыдена или а это шри-ланка это тоже на шри-ланку антифриз ну вот там жарко какой не берут антифриз коры нам по центу гене киджаной это получается литрушки идут концентрат шри-ланку да да конечно а сузуки тут чекина здесь у них хранится сузуки поэтому я его снимать не буду только с этим с этим и кита хайпа куранта а там тоже товарный экспорт идет куранта наверное вода для производства антифриза до сюда можно снимать все юки отзывы прости кто а то отец мару мобиев а здесь хранится пластиковая тара сонами тсу а то есть она прости к его кино сапрой это вот такой вот такая вот тара пластиковая поставщик тары получается идет митсуа как башки на еще здесь опять опасно здесь получается очиститель тормозной системы сейкин ну да это вообще спрей поэтому его вывозить ты нельзя особо хай 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 это промывка двигателя бренд это жидкость для сбора вот это здесь идет присадка для антифриза вот так она приходит сюда всего сюда входит 100 бочек но тут непонятно это бр антифриза который красный а сверху идет зеленый сюда подъезжает грузовик цистерной и здесь заливается уже антифриз который потом поступает на конвейер на сборочную линию допустим той же самой honda и так далее то есть они везут на сборочный конвейер не в бочках а вот именно грузовик наливом да правильно смотрите под ноги аккуратно здесь под нами под 4 больших цистерны которые спрятаны под бетоном на случай взрыва где хранится этиленглиполь в одну как каждую входит 15 тысяч литров получается на 4 получается 60 да вот именно под специальным слоем бетона это получается устройство которое убирает влагу убирает влажность из всех этих цицерн поэтому здесь тоже сделано с поднятием чтобы не перепутать при заливке 28 получается входов сырье поступает отсюда из этих цистерн под землей по линии уже на линию завода здание завода это насосы которые насосы которые подают этиленглиполь из тех цистерн которые были под землей на линии завода вот сюда грубо говоря наверх идем на второй этаж курина нутам и не рума хто цена степы зачем-то дополнительная ступень как который ты приступаешь заходя пока она я не знаю они тоже не знают сейчас узнают сказали всего 23 или 22 резервуара от маленьких до больших размеров биф это брейк флюид антифриз это омыватель стекла а я еще то получается ну саму сырье до всего 22 емкости для антифризов 6 для тормозов 6 это по видам да 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 смешивания нету здесь промышленности плавали стекло за стекло вакуле это делают перегарю и ну да да и пищу рыбу не желают раздевается чтобы не перепутать смешивать я как понял микс ващиной микс ващиной ну естественно ни в коем случае все трубы подсвою только жидкость промывают не здесь промывки нет в этом плюс наверно здесь брейк флюда разная жидкость ну и объем 10 тысяч литров больше больше это брыбе в 4 с 1 б 4 это для производителей то есть там уже те они идут поменьше бочки да это под свои собственные бренды видимо да то есть кроме тормозной жидкости сюда больше ничего не попадет да это сейчас здесь производится антифриз что-то есть залито это антифриз здесь 1000 литров а это она внутри такая пустая когда чистая такие винты стоят для смешивания то есть там специально стоят крылья вот эти вот поперечные не поперечные вдоль которые это только одних винтов прокрутки не хватает и поэтому нужно чтобы она булилила больше смешение было больше поэтому делают ребра эти делают а преграду чтобы разбивало поток правильно то корова на ну там не сказал а раньше использовали да уже ничего нечего все не используется это присадка куда они засыпают присадку и полетара допыба сан дипломатина саю то есть они допустим засыпают одну присадку полчаса перемешивают только с ней потом заливают вторую присадку засыпают по рецепту то есть необходимо еще час допустим смешивать то есть каждый продукт замешивается по-своему а вот рецептура вот обычная европа россия казахстан у нас более стандартный это молибдиновая присадка какая-то присадка идет китайская какая-то корейская это уже здание где идет разлив в банке линии розлива трубы перепутать не получит не получится но айпан сделать это как это хайпер сайкин хайпер тара по 18 литров то есть вот такой он идет внутри пластиковой для более как удобной утилизации миксер на то кива он до ванан андроиска а ну он не сожидан ай а ну что-но ки он он при температуре окружающие а то а то как все на вас не а то там это ищет не крипп подогреваем Энгенуэр вот зиму от Атаминайту и кинэндэскээдов. Тенказай или ката-катайкутэ. Катайкутэ. Куррант и брейки. Для антиприз и для тормозной жидкости подогрева не нужно. Не нужно, да. Брейки и тибу даке оттамем. Стекламователи? Вощамо еще? Вощамо. Да, тоже не нужно. Брейки дакет. Получается, они могут и здесь готовить кинозы. Амортизация. Воду его свитот armored тяга. Вода мワкккэ? Вода неживочная амортизатора. Вода рождают кинозды. Не. Вода рождают кинозды. Вода, вода. Вода, вода, вода. Вода, специальные стойки. Они показывали отзывы. Вода, вона. Вода, вот, они повышают вибрацией. Вода, вода, сохраняяя кинозды ядов. Вода, вновь уху и биржа выж projetали. тогда подняться либо сломается вот при таких вот при таком крепления находит и общем-то подлома металлической конструкции не происходит здесь такие соединения мягкие чтобы трубы тоже не разорвало здесь готовый антифриз розовый который идет как для тойоты вот такой вот уже в мягкой упаковке 5 лет 100 тысяч километров и минус 37 градусов вот отсюда покупал поступает розовый до 5 лет либо 100 тысяч километров продувается и потом туда подается уже готовый антифриз разлили и пасуют уже старую самовая диноза кодей она карту не злопа у тебя на коробку тоже идет номер партии на коробку ставят номер партии и упаковывается уже номер партии установлено и на цикл и найди скидал и базарки вам еще нет и сурдат его на зоко туры друге не айма фугас нечего дьяму сейчас увидим как он поставит номер партии здесь это тоже это получат синие это смыв кости стекол омывка стекла это репауэр это который в антифриз заливается чтобы повысить его свойства чтобы он подольше работал там стоит получается 20 литровый дизельный двигатель по мейкаса водоку на мейкаса митсубиси он говорит наверно сколько киловатт сто шестьдесят а сто шестьдесят киловатт как уроку и кироваться еще есть насосы которые для используют для даты откачки воды если все-таки на территорию попала вода ну там мало ли дожди что сильная вода не уходит то эту воду они выкачивают наружу затопляя при этим при этом бедник соседей и для кого поля рисовые два завода 222 насоса точнее до до специально ниже какой человеке быть у города здесь как сливная яма получается когда два насоса работает одновременно то за одну минуту они перекачивают объем вот этих вот 6000 литров шесть кубов сейчас он включит насос здесь уровень воды видно ай резкая москоп хайай видно как вода падает и очень быстро на самом деле вот по тени вот по тени видно очень быстро и работают а его карьера стади нас здесь установка по производству дистиллята по очистке воды космо осмос систем осмос как дистилляцию даю систем то я река того и он кокану кокану зубцы бутся кокан и и онная замена как это процесс правильно по русски я не знаю да здесь получается водопровод есть есть фильтра фильтры . многие аккуратно вот это один фильтр получается это тоже фильтр слева это вот сертификат от иниус на то что они имеют право раздевать их продукцию это видимо мы участвуем как спонсор в этой команде дэнсо различные сертификаты джиз и прочее сертификат джопа ну и здесь вся линия и не точнее продукция вот этой смазки продаем просто мы миллионный том после экскурсии дали вот такую плажную салфетку предварительно и охладив чтобы вытереть лицо и руки и 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 справа театр кабукица там не был ни разу к сожалению это гинза самая-самая тут модная улица все самые дорогие магазины здесь бутики это уже самый конец района гинзы заканчивается есть шик и блеск обезжаем около императорского дворца висит статистика что за день в токио на дороге погиб один человек для такого города сколько на 13 15 миллионов я думаю что это очень маленькая статистика несмотря на то что на пешеходах и напишите на пешеходных переходов они никого не пропускают но и в целом ездят не всегда адекватно все равно статистика вот именно по авариям жертвам она конечно минимальная может какое-то взаимоуважение все таки есть у меня даже детей видно что они не пропускают очень часто просто делают вид что ничего не видят и идут дальше это вот дает билдинг это здание их парламента в центре сейчас там где-то восседает зелен не зеленский господи кто там у них кто приехал там забыл и хлеба 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 все тепло пришло тепло в токио сколько там плюс 18 плюс 19 уже холодать не будет здесь уже все к сакуре движется у нас прилетят коллеги из нашего офиса в россии из офиса в таиланде из офиса в шанхае я также их повезу по заводам куда сможем свозить возможно смазим на завод экибона там давно не был на завод сан кююк опять же по маслам на сейкин кемикал где сегодня были на наш экспортный склад и на один из внутренних складов наверное проводил гостей солнечного казахстана все они улетают сегодня я еду обратно в токио нужно поставить машину на стоянку сяду на метро и уже все поперю домой поездочка была пару дней мы хорошо покатались заехали в токио со стороны кавасаки не знаю там такие скубашки видимо видно пик торчит скорее всего она сейчас будет токио тауэр башня сейчас мы до нее проедем и манё точнее в эту сторону машин вообще мало уже и время 10 так а и Субтитры сделал DimaTorzok Решил заправить машину для следующего товарища, кто будет ее использовать Ну в центре Токио тут вообще заправок не вариант не найти Проще загроем уже, ну на 200 км ход есть, на ход хватит, поэтому все, поехал